А вот еще одна история. При посещении храмов мы зачастую встречаем много незнакомых слов. Давайте узнаем, что они означают. Например, слово фреско. Слово фреско происходит от итальянского фреско, буквально свежий. Это вид живописи для настенных росписей. Фрески делают по свежей, сырой штукатурке, которая при высыхании образует тончайшую прозрачную пленку карбоната кальция, закрепляющая краски и делающая изображение долговечным. Фреска была известна еще в Древнем Египте. Вспомните росписи на стенах гробниц и египетских храмов. Что это, как не фрески? Фрески регулярно использовались в древнеримской живописи, где применялись многослойные шлифованные грунты с добавлением мраморной пыли. В средние века техника фрески распространилась и в Древней Руси. Пришла она к нам из Византии. Самые известные русские фрески находятся в Софийском соборе в Великом Новгороде, в Дмитриевском соборе во Владимире, на стенах Ферапонтового монастыря недалеко от Вологды, в котором сохранились росписи русского иконописца Дионисия. Для византийского искусства было характерно сочетание собственной фрески и живописи по-сухому. По-итальянски это звучит Альсекко. Одной из самых известных работ в этой технике является работа конца 15 века итальянского живописца эпохи Ренессанса Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Фресковая живопись переживала расцвет в творчестве и других мастеров эпохи Возрождения, таких как Джотто, Мазаччо, Рафаэля, Микеланджело и других. Например, в капелле Скоровенье в итальянском городе Падуе сохранились прекрасные образцы фресковой живописи начала XIV века, художника раннего Ренессанса Джотто. Многие знают фрески начала XVI века, работы Микеланджело на сводах Сикстинской капеллы в Риме. Например, всем известна его фреска «Сотворение Адама». Традиции фрески сохранились и в более позднее время. Так, к фрескам за вдохновением обращались, например, мастера и живописцы эпохи модерна конца XIX – начала XX века. Субтитры создавал DimaTorzok